Здравствуйте! В эфире город С и Татьяна Дмитриева. Как проводится процедура банкротства и в какой момент в дело вступает налоговый орган? Об этом говорим сегодня. В нашей студии начальник отдела обеспечения процедур банкротства Управления Федеральной Налоговой Службы России по Самарской области Жанна Эдетова. Здравствуйте, Жанна Николаевна. Здравствуйте. Давайте разбираться, кто вообще может стать потенциально банкротом? Потенциально банкротом может стать как юридическое лицо, так и физическое лицо. А каких больше вообще из практики? Что происходит? По статистике, если рассматривать на сегодняшний день, то в Самарской области возбуждены 1355 процедур, из которых 815 – это в отношении юридического лица и 501 – это в отношении физического лица. Скажите, пожалуйста, а вообще как возвращаются деньги в бюджет? Есть какие-то показатели, чтобы мы определили эффективность работы налоговых органов? Ну, деньги в бюджет, на самом деле, от процедуры банкротства возвращаются достаточно тяжело, потому что уполномоченный орган – это не единственное лицо, которое является участником процесса. То есть бывают и кредиторы иные, то есть это третьи лица, которые заявляют свои требования в рамках дела о банкротстве. Соответственно, доля голосов распространяется в связи с суммой за должностью, которая в конечном итоге включается в реестр требований кредиторов. И в части доли голосов как раз полномоченный орган получает денежные средства от реализации имущества в бюджет Российской Федерации. А суммы есть, допустим, за первые полугодия? Нет, еще, наверное, нет, еще полугодия, вот какие-то данные. Ну, вот буквально в понедельник мы готовили информацию для нашего руководителя. У нас получается, что на сегодняшний день поступление от наших мероприятий по ведению, по участию в процедуру банкротства составило более полутора миллиардов рублей. А какие группы населения заявляют о своем банкротстве? Как все это выглядит на практике? И каких больше? Ну, как правило, больше, конечно, совсем не платежеспособных граждан, если это о физических лицах речь идет. То есть это с наличием достаточно небольшого, так сказать, объема имущества, которое может быть включено в дальнейшем в конкурсную массу. Также бывают достаточно хорошо укомплектованные и в части как бы недвижимым-движимым имуществом физические лица, но при этом сумма задолженности перед третьими лицами, перед уполномоченным органом достаточно большая. Поэтому сами самостоятельно заявляют, обращаются в арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании себя банкротом и, соответственно, начинают формировать конкурсную массу, за счет которой потом также будет проводиться покошение задолженности. Если человек сам обращается в арбитражный суд, для него есть какие-то плюсы от этого или минусы? Что выгоднее и интереснее для уже пострадавшего человека? Что сделать? Как лучше? Ну, выгоднее и интереснее, наверное, все-таки обратиться самостоятельно в арбитражный суд с подобным заявлением, потому что буквально с января 2016 года внесены изменения в законодательство, согласно которого уполномоченный орган теперь имеет право привлечь недобросовестное лицо, которое обязано самостоятельно обратиться в арбитражный суд при задолженности, которая установлена в законном банкротстве. То есть для юридического лица это от 300 тысяч рублей, основного долга для физического лица это от 500 тысяч рублей. Кстати, здесь хотелось бы оговориться, что физическое лицо, если самостоятельно обращается в суд, то он может, в принципе, обратиться с заявлением, указав на свою неплатежеспособность с абсолютно любой суммой. То есть он просто предоставляет документы, что есть определенная задолженность, что активов и зарплаты не хватает для ее погашения. Соответственно, суд возбуждает дело, и физическое лицо вступает в дело о банкротстве. А когда налоговые органы подключаются, в какой момент дело? Ну, налоговые органы вообще подключаются с момента образования задолженности. То есть налоговый орган вступает, так сказать, в предварительное дело о банкротстве, и это на дату образования данной задолженности. То есть налоговый орган непосредственно анализирует финансово-имущественное положение, состояние как физического, так и юридического лица, рассматривает возможность самостоятельного обращения в арбитражный суд и рассчитывает, соответственно, потенциал, прогнозы делает по поступлению в бюджет, ну, соответственно, сумму задолженности, погашения задолженности. А существуют какие-то сроки, в течение которых человек должен погасить задолженность? 90 дней. 90 дней. А что происходит, если вы анализируете, как вы уже сказали, и это становится невозможным для выплаты, то есть человек несостоятельным признается? Вот, ну, нет у него таких финансовых возможностей, чтобы вот в течение 90 дней оплатить всю задолженность, погасить. Что в таких случаях происходит? Ну, территориальные налоговые органы, они приглашают данное лицо на комиссию, проводят мероприятия по составлению также каких-то периодов, графиков погашения этой задолженности, то есть общаются непосредственно с данным лицом, рассчитывают и лицо как бы осознает дальнейшие последствия, которые могут наступить. Соответственно, как правило, проводят частично погашение и в конечном итоге производят погашение данной задолженности. Наверное, вот исходя из таких критических ситуаций, налогоплательщик может какие-то и неправомерные, неправо, такие противоправные даже действия совершать. Вот можете предупредить как-то, что можно сделать, а что ни в коем случае не нужно сделать в течение или до вот этого срока, или в течение вот этих 90 дней? Ну, вот как я уже начала говорить о том, что уполномоченный орган теперь с января 2016 года привлекает к административной ответственности как физических лиц, так и руководителей юридического лица за неисполнение обязанности подачи заявлений в арбитражный суд. То есть в данном случае последствия вот это привлечение к административной ответственности. Административная ответственность – это последствия, конечно, обязанности по плате штрафа. Если говорить о неправомерных действиях, которые на практике встречаются чаще всего, это, как правило, до возбуждения дела о банкротстве, что физическое лицо, что юридическое лицо, они начинают вывод имущества. Недвижимое имущество, значит, занимается уступкой прав на дебюторскую задолженность, то есть это активы полностью ценной бумаги, то есть стараются все непосредственно передать или контролирующему лицу, или взаимозависимому. Соответственно, при образовании задолженности налогоплательщика, так как мы проводим непосредственно анализ на прогнозы погашения данной задолженности, также мы проводим анализ на совершение действий, то есть что конкретно данный налогоплательщик, какие мероприятия проводит непосредственно на определенный период. При выявлении, конечно, противоправных действий со стороны налогоплательщика полномочный орган, то есть это налоговый орган, он принимает определенные мероприятия, совершает определенные действия, и это как наложение обеспечительных мер, как на денежные средства пользования просчетному счету, так и, соответственно, направляем уведомления и требования в Росреестр о наложении обеспечения, то есть на запрет реализации отчуждения имущества непосредственно должника. Скажите, пожалуйста, в чем принципиальное отличие между банкротством физических лиц и юридических? Наверное, процедура одна и тоже или нет? Или все-таки вот что мы должны знать об этом? Вообще, на мой взгляд, нет такого конкретного критерия, чем конкретно отличается. Вообще закон, он единый, закон о банкротстве. И согласно данного закона, мероприятия, такие как реализация имущества должника, формирование конкурсной массы, это все распространяется как на процедуру банкротства юридического, так и на процедуру банкротства физического лица. Единственная разница, это, на мой взгляд, процедура банкротства физического лица, она менее сложная, и, наверное, законодатель ее немножко упростил. Наименования процедур разные. То есть если у юридического лица начинается с наблюдения, и, как правило, по практике переходит к конкурсному производству, есть у нас случаи в Самарской области, когда принимается план, собранием кредиторов утверждается план по введению внешнего управления на 18 месяцев, то у физического лица, в процедуре физического лица, соответственно, рассматривается тоже план реструктуризации, но, как правило, этот план реструктуризации, он предлагается физическим лицом на более чем год. Соответственно, так как мы представляем интересы Российской Федерации, этот срок достаточно большой, недопустимый, поэтому мы такие планы не утверждаем. Если же физическое лицо предлагает план реструктуризации, что он погасит задолженность перед бюджетом в течение года, соответственно, мы данный план рассматриваем и утверждаем его уже в арбитражном суде. Далее, если, допустим, этот план не утверждается, соответственно, арбитражный управляющий, финансовый управляющий выходит в арбитражный суд и выносит предложение о переходе к процедуре реализации имущества должника. Фактически, у физического лица на данной процедуре, ну, за исключением, конечно, исключением мирового соглашения, процедура может быть закончена. То есть это проходит реализация имущества, финансовый управляющий распределяет денежные средства в соответствии с долей голосов, как я говорила, которые формируются тоже в реестре требований кредиторов финансовым управляющим, ну и в дальнейшем проводится погашение. Скажите, пожалуйста, какими могут быть последствия банкротства и для юридических лиц, и для физических? Допустим, эта процедура прошла, был суд, это отразится потом на человеке как-то или нет? Или потом с чистого листа можно спокойно начать новую жизнь? И особенно юридическое лицо, вот был у него свой бизнес, банкротство, потом как вот ему восстановить свой имидж даже? Ну, физическое лицо, если рассматривать, то есть там последствия некие, это если, допустим, после завершения процедуры банкротства обращается в кредитное или банковское учреждение, соответственно, он обязан представить информацию о том, что в отношении его там было возбуждено и проводилась процедура банкротства, но это не является как бы минусом, на мой взгляд, потому что банк все равно рассматривает, он не отказывает, а рассматривает, в принципе, заявку данного физического лица и принимает соответствующие решения, ну, то есть экономические какие-то заключения делает. А в течение трех лет физическое лицо не имеет права занимать руководящую должность, ну, а так впоследствии, если, допустим, не было возбуждено уголовного дела в отношении данного физического лица и не привлекался по каким-то серьезным нарушениям, то данная задолженность будет списана, в принципе, последствий таких слишком серьезных нет. Да. К нам поступают вопросы от телезрителей, которые мы копим, ожидая специалиста, и вот что касательно налоговой службы, как раз вашего направления. Если можно, я сейчас озвучу несколько вопросов. Согласно с мужем, на двоих у нас долги около двух миллионов, не платим мы уже около двух лет, судов не было. Муж хочет продать грузовую машину, которая оформлена на мою мать. Могут ли сделку признать недействительной? Ну, вот такая ситуация. Вот если можно как-то прокомментировать, чего опасается? Машина зарегистрирована на мать супруги. Да, на мать супруги, да. А муж? У мужа, вот если конкретно полтора миллиона, и у нее 500 тысяч долгов, они, наверное, взяли кредиты или что-то, не знаю. Ну, если оформлено автотранспортное средство на родственников, непосредственно должников, то, в принципе, не распространяется ни обеспечение, ни при формировании конкурсной массы. То есть это непосредственно идет в отношении должника. Могут затронуть, конечно, имущество, если это супруги, и имущество было приобретено в совместном браке, то да, здесь принимаются финансовым управляющим, соответственно, кредиторам мероприятие по формированию конкурсной массы за счет как раз имущества, которое зарегистрировано, супруга не банкрота. А не распространяется это на родителей. Не на родителей, не на братьев, не на сетер, не на тетей. Понятно. Я являюсь поручителем в банке. Кредиты на сумму полтора миллиона, кредитор не платит уже год. Какими могут быть последствия для меня? Ну, действительно, у нас довольно закредитованные, наверное, в области много человек выступают такими гарантами. Вот если поручитель в банке, а кредитор не платит, последствия для поручителя могут быть какие-то? Это же, наверное, типичная история, да? Много таких людей. Ну, последствия, да. В принципе, вообще, опять, если вернуться к практике, то банк, если, допустим, имеет задолженность перед кредитным учреждением, то банк сам обращается с заявлением о признании должника банкротом и признает непосредственно должника-заемщика, не поручителя. А поручителю нечего бояться, получается? Ну, поручители, конечно, может банк привлечь его как соответчик, но уже не в рамках дела о банкротстве. Подала заявление на банкротство. Банки теперь звонят и говорят, что потребуют всю сумму долга. Могут ли они так сделать? Ну, у банков, наверное, просто есть желание получить погашение всей суммы задолженности. Но закон, он единый, и банк, он является таким же, в принципе, кредитором, как налоговый орган. Желаемое за действительность не всегда у нас как бы принимается, и банк сможет получить задолженность, погашение задолженности, только в той части, из которой будет сформирована конкурсная масса. То есть, если банк был залоговым кредитором, то, соответственно, конечно, он как залоговый кредитор будет иметь право при реализации залогового имущества на погашение своей задолженности. То есть, в данном случае распространяется погашение задолженности иных кредиторов только текущая задолженность, которая как раз образовалась уже при проведении мероприятия процедур банкротства, и первая-вторая очередь, включенная в реестр требований кредиторов. Но так как у нас, у физических лиц, возможно, вторая очередь в случае, только если он был индивидуальным предпринимателем и, соответственно, был налоговым агентом, тогда налоговый орган включает во вторую очередь. А так, получается, крайне редкий случай, когда бывает у физика вторая очередь. — Еще один вопрос. После банкротства, вы, кстати, как-то касались вот этой темы, после банкротства не могу открыть счет в банке, чтобы туда шла пенсия. Мне отказывают, разве это справедливо? — Банк не имеет права это делать. — Но какие-то, наверное, у них есть основания, они просчитывают тоже. Не знаю, вот такая ситуация. — Вообще, законодательством не предусматривается, что если, допустим, лицо участвовало в процедуре банкротства, то есть как бы был ответчиком в данном деле, то, соответственно, как бы нет таких препятствий для открытия расчетного счета. — Наверное, люди, сталкиваясь, опять же, вот с такой стрессовой даже ситуацией, когда такие материальные вопросы, все вот это нависает, задают очень много вопросов, и вам в том числе, как служебному лицу. Вот с чем сталкиваются люди при начале этой процедуры в этих ситуациях? Что вот важно пояснить им, что они должны знать, начиная процедуру банкротства, либо сами подавая заявление в арбитражный суд, или уже когда налоговый орган или кто-то там определит степень его банкротства? — Ну, я рекомендую всегда обращаться самостоятельно с заявлением. Во-первых, когда вы обращаетесь самостоятельно с заявлением в суд, соответственно, как бы вы предлагаете уже примерную кандидатуру для утверждения в деле о банкротстве арбитражного финансового управляющего. То есть это, в принципе, минимизирует шанс по привлечению к административной ответственности данного лица. Также рекомендации могут быть в том, чтобы, неважно, физическое, юридическое лицо, если, допустим, как бы не платежеспособен, не выводить имущество. То есть в любом случае и кредиторы, и финансовый управляющий, и налоговый орган, располагаем сведениями в части отчуждения имущества. В принципе, тут зависит уже от суммы причиненного ущерба кредиторам. Если она идет от 2,5 миллионов, то это основание для возбуждения уголовного дела. Если это менее 2,5 миллионов, то это основание, опять же, для привлечения к административной ответственности. А есть ли ответственность у того, кто преднамеренно не подает заявление в суд? Ответственность перед законом какая-то существует? Или это его личное дело? Хочу, подаю. Ну вот ответственность по привлечению к административной ответственности. Есть. А это штрафы потом? Или какая вот она может быть от ответственности? Это штраф от 1000 до 5 рублей. Но вот если, допустим, рассматривать банкротство юридических лиц, здесь немножко ситуация посложнее, посерьезнее. Потому что если, допустим, руководитель юридического лица своевременно не обратился в арбитражный суд, а это получается по истечению трех месяцев, то есть в течение трех месяцев с момента образования задолженности, то как у кредиторов, так и у налогового органа имеются все основания для привлечения его к субсидиарной ответственности по всей задолженности, которая была включена в реестр требований кредиторов. То есть у нас закон о банкротстве предусматривает привлечение к субсидиарной ответственности как за неподачу, за неисполнение обязанности подачи в арбитражный суд заявления, также за совершение как раз сделок до возбуждения дела о банкротстве. Поэтому, если рассматривать дело о банкротстве, данные привлечения физического лица, потому что руководитель это у нас физическое лицо, в дальнейшем как раз в отношении его может плавно перейти в процедуру банкротства физического лица. И если, допустим, физическое лицо, руководитель юридического лица рассчитывает на то, что он сейчас вывел все имущество, а потом при привлечении к субститарной ответственности ему судебный пристав исполнитель выдаст постановление о невозможности к взысканию данной суммы за должности, то это очень хорошее основание для того, чтобы налоговый орган обратился уже с другим заявлением в арбитражный суд Самарской области о признании уже этого руководителя банкротом. И тогда то имущество, которое также выводилось данным физическим лицом, оно будет возвращено в конкурсную массу за счет оспаривания сделок, совершенных должником, и будет реализовано опять же. А как долго из практики может длиться вот эта история банкротства? Или существуют определенные лимитирующие сроки, что вот мы вас признаем банкротом, и вы погашаете все задолженности, либо это может тянуться долго? Как все это выглядит? Все выглядит по-разному. То есть, может быть, процедура банкротства у нас завершится за 6 месяцев, а может процедура банкротства завершится и за 5 лет. Опять же, это все зависит от того, насколько добросовестно себя вел налогоплательщик до возбуждения дела о банкротстве. То есть, если он совершал сделки, то, соответственно, у нас судами рассматривается не 3, не 4 месяца заявления об оспаривании сделок. Как правило, это и первая, и вторая, и третья конституционная инстанция. Возможность возвращения на новое рассмотрение, то есть это может быть до бесконечности. У нас по практике есть организации, которые в процедуре находятся достаточно долго. И все как раз зависит от того, что имеется задолженность достаточно большая перед налоговым органом. Мы знаем, что было имущество, и как раз мы на сегодняшний день за счет того имущества, которое было неправомерно, а передано третьим лицам, возвращали в конкурсную массу. И как раз для того, чтобы бюджет пополнился. А бывают ли случаи, когда налогоплательщик признается несостоятельным к выплате и освобождается от выплаты? Вот понятно, что есть закон, но ситуации бывают разные или нет? То есть вы хотите сказать, что у него отсутствуют активы? Да, подтвердит, что он может быть в результате каких-то действий не от него зависящих стал должником, либо еще что-то, либо жизненные обстоятельства, или еще что-то, или нет. Или в любом случае должен оплатить долг. Ну, я не могу суд же рассматривать такие заявления, суд определяет, насколько все-таки... На практике бывает такое, что освобождается, вот он доказал, что он как-то не то что не причастен. На практике пока я видела, что суд, если, допустим, должник, физическое лицо заявляет, говорит, что у него есть какая-то задолженность, и при этом говорит о том, что давайте поскорее завершим эту процедуру, то так как суду фактически нечего рассматривать, отчеты финансового управляющего будут содержать сплошные нули, реализация имущества не будет проводиться. Ну, пока я видела, что суд прекращает такие процедуры. Понятно. Скажите, вы проводите приемы налогоплательщиков вот как раз по этим вопросам? Процедур банкротства, каким-то обстоятельствам и так далее? Не, ну, конечно, проводим. То есть это нужно просто обратиться в управление за заявкой, будет назначен день. А так, в принципе, мой номер телефона имеется на сайте управления Федеральной налоговой службы Самарской области, и все звонки принимаются, и я могу проконсультировать по телефону. То есть я абсолютно открыта к этому. Ну, в течение всего эфира у нас еще выходил телефон единого контакт-центра, в который тоже, наверное, можно обратиться на такую общую федеральную линию и тоже услышать ответы на вопросы. И все-таки, ну, наверное, хотелось бы завершить программу тем, чтобы, опять же, дать какие-то советы, как себя вести, что делать вот в этой ситуации. Потому что, как говорится, от суммы от тюрьмы не зарекайся, как говорится, да, и бывают разные ситуации в жизни. И действительно можно стать банкротным, даже не предполагая, что с тобой это произойдет. Ну, если совет дать, то я бы советовала не бояться процедур банкротства. Ничего в ней такого сложного нет. Это нужно просто сесть, посчитать непосредственно, за счет чего может быть сформирована конкурсная масса. Сразу оговорюсь, некоторые обыватели думают, что это будет реализация квартиры, то есть жить негде будет, дети. Машина, еще что-то, какая-то недвижимость. Ну, вот на квартиру не распространяется, то есть квартира не включается в конкурсную массу, потому что если она является единственным жильем. На машину, да, распространяется, то есть здесь надо чем-то пожертвовать в любом случае. Но после завершения, если, допустим, процедура прошла в отношении добросовестного налогоплательщика, в части того, что он до возбуждения дела о банкротстве не производил мероприятия, которые являются противоправными и преследуются уголовным кодексом Российской Федерации, то, соответственно, как бы плюсы есть большие в лицо, в конечном итоге, согласно судебного акта, то есть задолженность в отношении будет погашена. И с чистого листа можно начать жить даже после банкротства. Ну, на этой позитивной ноте мы завершим нашу программу. Спасибо большое за то, что пришли, за важную и полезную информацию. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания.